Но, должен вам признаться, что хуже темы не придумать. Это самая трудная тема из всех тех, которые могут быть. Скорее можно ответить на вопрос, какие были китайские моды, как я говорю, в 13 столетии до нашей эры. Это легче, чем ответить на вопрос, как быть православным. Потому что дело в том, что, например, я не сомневаюсь, что я православный. Но мне говорят, какой ты православный? Ничего себе! Да у нас мусульмане лучше себя ведут, чем этот православный. И я растерялся. У меня был однажды такой опыт, очень серьёзный опыт, которым я с вами поделюсь. Вообще, я очень люблю делиться своим духовным опытом. Это моё самое высшее экстатическое состояние. И вот здесь один был такой опыт, когда здесь вот сидят студенты. И я попросил их немедленно представить сюда господина беса. Но студенты Духовной Академии всё могут. Они сказали, прекрасно, пожалуйста. Тут же он оказался, правда, рога под шляпой. Копыта в изящих ботиночках, хвостик в брючках. Так что всё с честью. И я начал у него публичный экзамен. В результате которого обнаружилось, что, оказывается, это православнейшее существо. Всё знает о Боге. И что Бог троится. И Бог воплотился. И Бог пострадал. Что такое церковь? Что такое грех? Что такое добродетель? Всё знает, вы слышите? Причём не просто знает. А когда Он давал ответы, то все мы, вся наша аудитория просто поражались. Потому что таких знаний мы ещё не встречали не только ни одного профессора. Что там? А если бы всех их вместе собрать, и они были бы ничто перед Ним. При этом Он ещё с язвой говорил, вы только верите во что-то, а я точно знаю. Я говорю, ну уж, друзья, вот, наверное, православный номер один в нашем грешном земном мире. Такого человека с подобными знаниями вы нигде и никогда не найдёте. Универсальные познания. По всем, по всем вопросам богословия, истории, каноники, нравственности, всё знает. Я говорю, ну что ж, господин бес, мы все единогласно голосуем за то, что ты действительно православнейшее существо. Он ехидно улыбнулся, представляете? Ехидно. Я тут что-то заподозрил. Говорят, ну а что теперь? Ну, ты теперь будешь жить так, как ты и рассказал, да? Вот тут, вы знаете, с ним стало плохо. Может, помолимся вместе? Что вы? Такой скандал начался, что мы говорим, уходи отсюда и больше не появляйся. Вот интересно. Я думал, быть православным, значит, всё. Что знать? Ну, то, что надо знать. И ты уже православный. Кстати, он знает, как ходить в храм. Слышите? Знает, как нужно исповедоваться. Знает, всё по полочкам разложил. Знает, что надо подходить к причастию. Знает, вы слышите? Знает, что надо читать Евангелие. Что надо читать Святых Отцов. Он же, я вам говорю, отвечает просто блестяще. Всё знает это. И когда мы его выпроводили, точнее, он сам сбежал от нас, мы покачали головами. Интересно, что ж такое быть православным тогда, если всё знает. Правда, я ему задал ещё один вопрос. А в церковь ты ходишь? О, говорит, там я бываю постоянно. В церкви. Это наша работа. Я шепчу и справа, и слева. Этим вашим, так называемым, православным. Шепчу. Я говорю, а что? Это моя тайна, что я шепчу. Тут он не сказал. Но, правда, когда я немножко подумал, то понял, что он, наверное, шепчет. Потому что стоишь в храме, и чего только в голову не приходит. Может быть, что угодно, но только не то, ради чего пришёл в храм. Всё знает. И, в общем-то, затем я попросил поднять руки всех студентов, проголосовать, православным или нет. По всем ответам, православные, по тому, как он отреагировал на то, чтобы начать жить по-христиански, он выразил такое возмущение, что здесь, знаете, я не знаю, как эти стены ещё остались целы. Так, нигде нет трещин. Ну, как-то пока не видно. Вот вопрос-то. А что ж такое быть православным? Это одно из очень таких серьёзных заблуждений, когда мы считаем, что всё православие наше знать, нужно знать, через какое плечо передавать свечку в храме. Какую записочку подать? Когда сходить? Когда что сделать? А я, как, знаете, помните, в какой-то песенке, а я каким был, таким и остался. И потом там указывать, смотрите, это он православный. А смотрите, что выделывает во время рок-концерта. Ноги выше головы, руки ниже пяток. Голова вообще неизвестна где. И потом выходит совсем уже ненормальный. Я православный. Я даже могу повесить сюда, чтобы все видели. Так что вы задали вопрос мне просто невероятным. Да. Что же такое быть православным? Что нужно что-то знать? В этом сомнении нет. Потому что как быть тем, о чём ничего не знаешь? Правда же? Ну, невозможно. Когда скажут мне, опишите, что такое Х, что там скрывается? Я разложу руками. Вы скажите, о чём вы говорите? Так вот, и здесь то же самое. Конечно, когда мы хотим понять, что такое быть православным, то, по-видимому, по-видимому, нам нужно первое, что понять, что это такое православие? Что это такое? И вот что это такое как раз и представляется не всегда простым вопросом. С одной стороны, конечно, нужны знания. С другой стороны, оказывается, знания сами по себе ничего могут не дать. Можно с этими знаниями быть бесом. Представляете? Я уж не хочу употреблять слово, которое называется на букву Ч. Но вы, наверное, понимаете, о чём я говорю. Самым настоящим быть. всё зная. Одна из ошибок, которая произошла в истории, в истории христианства, и которая началась почти с самого начала, это, естественно, которая потом приобрела, я бы сказал, размах колоссальный, и более того, которая, в конце концов, завершилась тем, что было догматизировано, что, что, оказывается, для того, чтобы действительно быть православным, достаточно именно знаний, правильных, правильных знаний, причём всё основное внимание было обращено на вероучительные истины. При этом, вот хорошо, что вы не учились в семинарии, и я вам открою только маленький секрет, большой не открою, да, что такие тонкости там в богословии разбираются, что вы себе представить не можете. Недаром один дяденька по имени Эразум, по фамилии Роттердамский, почему-то, правда, не фамилия, это хотя бы было, в 16-м ещё веке написал страшную работу, причём эта вся работа была посвящена анализу, анализу как раз веры христианской, но как работа называлась? Похвала глупости. И более остроумных, более серьёзных, более обоснованных насмешек над тем, во что превратили христианство вот эти те тогда средневековые, средневековые богословы начиная с ещё эпохи гуманизма, возрождения и к 16-му веку вы более просто не найдёте ничего. Это вы знаете, читаешь, иди, удаёшься, ой, не дай Бог, чтобы кто-нибудь из нас сейчас прочитал, мы бы очень обиделись, потому что подумали бы, что он написал прямо о нас. Ну, может быть, когда-нибудь вы и прочтёте эту книгу, я думаю, с очень большим интересом, тем более, что Эразум был удивительно образованным человеком. Он так великолепно знал историю язычества, религиозных верований Рима, Греции, так знал хорошо историю философии, так умело сопоставлял с богословскими доктринами своего времени, что просто диву даёшься, ну, какой-то человек универсальных познаний. Но главная ошибка, которая поражает очень легко человека, это свести понимание христианства к сумме знаний. Одна ошибка. Вторая ошибка – свести христианство, то есть православие, к знанию того, что мы называем церковными установлениями, предписаниями и соблюдением их. Вы слышите? Соблюдение их. Ну, какие церковные предписания? Нужно ходить в церковь. Это первое. Это очень важно. Нужно всё-таки прочитать Евангелие и знать его, ну, конечно. Нужно знать, что такое пост и постараться соблюдать. Нужно ходить на испыти причастия. Всё это нужно делать. Скажите, а что же здесь такого худого-то? Это же всё правильно, прекрасно, да. Ох, и тут мы с вами касаемся самого чувствительного момента, не зная который, не понимая которого, можно, оказывается, быть стопроцентно православным человеком и стопроцентным безбожником. Если тот, кто когда-то читал Евангелие, мне сказали, что будто бы на самом деле читали, я-то очень давно правда читал, но кое-что помню. И что меня более всего поразило, когда я читал, что самые злейшие ненавистники Христа, которые в конце концов добились того, чтобы его осудили, распяли, то есть предали самые ужасные казни, которые тогда была, это были люди, которые, во-первых, всё знали, знали, во-вторых, всё исполняли. Все церковные предписания, слышите? уж не упрекнёте их. Помните притчу о фарисее, о мытаре и фарисее? Как фарисей прошёл вперёд и воздавал хвалу Богу. Благодарю тебя, Господи, я даю то-то, делаю то-то, то-то, не как этот. Помните, мытарь-то? И самое поразительное, что мы видим, поразительные вещи, что этот хвостун несчастный, а как ещё называется на языке, я не знаю, фарисей, оказался хвостун, причём хвастался перед Богом, а не перед кем-нибудь был осуждён. А этот мытарь, который действительно, наверное, изрядно обманывал, я так думаю, в своей жизни, он же был сборщиком налогов, налоговой инспекции, то есть, исполнял функции налоговой инспекции. Я уж не знаю, как современная налоговая инспекция действует, насколько она хорошо или плохо, но, по крайней мере, в то время слово мытарь, это было всё однозначно паршевец, грешник, и, в общем, с которым даже и общаться-то стыдно и неудобно. И вдруг мы встречаемся с поразительным явлением. Фарисея, который всё исполнял, был православнейшим. Бог осудил, а мытаря оправдал. что же такое православие? Я ничего уже не понимаю. Всё знаю, всё, что надо. Оказывается, и бес может знать. Ну, ладно. Всё исполняю, что надо. И, оказывается, опять можно, можно попасть под осуждение Божие. Что же такое православие? Интереснейший вопрос. А если мы коснёмся других евангельских фактов и событий, то наше недоумение увеличится ещё больше. И, конечно, самый потрясающий факт, я не знаю, как это вас воспринимается, конечно, насколько это хочется, так сказать, узнать, что ли, нет, но совершенно, я бы сказал, парадоксальный факт, не вмещающийся ни в какие рамки человеческого представления, когда вдруг мы читаем Евангелие, что первый, кто вошёл в рай, это был бандит. Ни одна религия этого никогда не знала. Слышите? Никогда не знала ни одна религия этого. Вы слышите, какую загадку из себя представляет православие? Что же это такое? Быть православным-то? Быть православным... Я расшифрую сначала, о чём мы говорим. Быть православным. То есть, быть правильным. То есть, быть тем, что действительно мне даёт возможность достичь цели. А цель в религии, в любой религии цель какая? И в христианстве то же самое. Это, в конце концов, достичь, достичь царства Божия, о чём надо бы тоже отдельно поговорить. Царство Божие. Или иначе говорят, спасение. То есть, ну, поскольку мы все смертны, и поскольку нам вот-вот, ну, не знаю, кому сколько осталось, вот я непрозорливый, вот. А то, знаете, было бы здорово. Сейчас бы я каждому сказал, тебе столько, тебе столько, 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 правда? Но вот непрозорливые не дали. Это у меня даром вместе со званием профессора, к сожалению. А так ведь было бы очень, правда бы, здорово. Сколько осталось кому жить? Ну-ка, кто знает? Поднимите руку. Никто не знает. Маленький малышечка, побольше, юный, юноша, зрелый, старый, никто не знает. Моя бабушка говорила, она была очень больная, прибольная была, и её дочери, сыновья говорили, страшно страдали, что ты умрёшь. А она говорила, скрипучее дерево скрипит, а здоровое летит. Как точно это на наших глазах совершается? Как точно? Я безмятежно себе, всё. Мне 15 лет, моя жизнь ещё вся впереди. Какой сам обман? Никто не знает. Никто, ни один человек. Очень интересно. Православие, если хотите, когда мы говорим о содержании этого понятия в плане понимания его перспективы, то есть направления, то есть это то, что мне даёт верный путь, верный путь достижения цели, а цель какова? если мы не поймём, какова цель, то бесполезно говорить о православии. Потому что вся эта внешняя сторона, в конечном счёте, вы понимаете, все богословы, которые всё, кажется, знают, и вот с такими головами, оказывается, могут быть и бесами по своей жизни. все эти исполнители всех церковных предписаний, оказывается, даже Христа распяли, православнейшие. Они же православными были, вы понимаете, в чём дело? Мы должны задуматься над этим фактом. Православные в чём дело? Что такое быть православным? Что? Какова цель? Если мы поймём цель, мы тогда поймём, и что такое быть православным. Интересно, какова же цель? Вот тут было бы, знаете, очень интересно провести, а как говорит вот такая религия, а как говорит другая, а как говорит третья, пятая, десятая, и что говорит православие об этой цели? Не понимая этой цели, оставим и говорить, что я православный. Оставим это. И не будем сами себя обманывать, как мы это сплошь и рядом делаем. Санимаемся прямо откровенным самообманом от того, только что ходим в церковь, ставим свечки, подходим там к священникам и так далее. Не в этом православие. цель христианства, цель христианской жизни вся великолепно обрисована и показана тем, что делал Христос в своей жизни, когда был здесь. вы обратите внимание, обратите внимание, что он мог бы сделать для человечества, будучи Бога-человеком. Дай нам, любому из нас сейчас, все эти силы, власти, могущества, что бы мы только сделали. Представьте себе, можете себе представить? Ну, минутку, представьте себе, обладь полнотой исцелений, полнотой власти. Мог бы все сделать. Помните, когда он, его арестовали только, и там ученик, ученик было поднял меч, отсек ухо, а он говорит, вложи меч в ножны твои, поднявший меч мечом погибнет. Или ты, или ты не знаешь, что я могу, вот, могу представить 12 легионов ангелов, 12 легионов – это римская армия. Ничего этого не сделано. Это удивительное дело. Не захватил власти, не стал мировым владыкой, не перестроил общество, никаких перестроек не совершил, уж тем более никаких революций. Ради чего он пришел? Он пришел только ради самого главного, являющегося источником всех, всех наших и страданий, и радостей. он пришел ради только одного – указать людям и помочь им исцелить свою душу от – будем считать или нет? «Ой!» И что-нибудь такое красивое одели, платье, или что-нибудь прочее, костюм, или какая-то награда, или какой-то похвальный отзыв. «Ой, не могу!» Могу прямо сказать, если люди до того глупые, не видят слепые, ну, видите меня, вот, повешу орден вам, ну, увидели теперь-то? Похвастаться – это мечта моей жизни, наслаждение. какая глупость! Ну, правда же? В одних мое хвастовство вызывает на первое удивление, потом зависть дикую, потом вражду. Нашелся еще такой-сякой. А гордыня? Когда я сверху вниз смотрю на всех, снисходительно. А зависть? Что это такое? А вражда? А это как понять? А какие-то это свары разные, брани, ругань и так далее, это что такое? Вы знаете, от чего пришел Христос-то? Ради чего? Пусть скажет хотя бы один человек, что у него ничего этого нет, что у него нет никогда никакой зависти, никакого тщеславия, никакой гордыни, никакого осуждения других, никакого лукавства и лицемерия. Когда тут говоришь человеку, ой, до чего ж ты хорош, только он отошел, ну и дрянь же скотейная. Представляете? Сам себе лжет перед всеми другими, извращает прям свою природу, прям всего себя наизнанку, его вертывает. Кошмар-то какой! Что ж ты делаешь? Оказывается, оказывается, что не исцелив, не избавившись вот от этих пакостных вещей, которые во всех нас есть, не избавившись от них, никогда человек не получит того, к чему он стремится. К чему? Угадайте. К счастью. Ой, как я жажду счастья. И каждый день я жду. Когда же, когда же, когда же? Что я жду-то? Все ждём. Вот, вот оно. Ну, сейчас ещё, конечно, нет. Но я жду с каждым днём. Всё, надеюсь, надеюсь, надеюсь. И так и закапывают в могилу с этой надеждой. Вы слышите, какой происходит самообман? Мы думаем, что с этими вещами, которые именуются страсти, мы можем получить счастье. Да, вот сейчас мне все подходят и говорят, ой, да чего же вы хорошие, лучший в мире, я весь в блаженстве. И тут мне тут же говорят, что меня так обругали, что что, меня? О, Боже мой, трагедия. Любая страсть чем характеризуется? Она, кажется, приносит человеку удовлетворение, пока вот её питают. Стоит, чего быть, наоборот, и весь человек в страданиях. Недаром слово страсть со славянского языка переводится точно страдание. Страдание. Какое счастье! Я влюблён! Она меня любит! И вдруг я вижу, оказывается, надувательство. Она уже меня не любит! Любит другого! Или он любит другую! Кажется, какое счастье было! И чем больше было, кажется, счастья в этот миг, тем, окажется, соответственно, больше страданий от его отсутствия. Вы слышите, какие вещи! Это правда же интересно, что Христос пришёл не ради того, чтобы людям дать все земные блага. А он бы мог это сделать. Посмотрите, как он исцелял. Как он там умножил даже хлеб, когда напитал пять тысяч человек. Всё же мог это сделать же. Как ходил по водам даже. Но это же здорово! Представьте, мы по водам. Нет, я думаю, всё-таки по воздуху. Чтобы на самолёте не лететь, а сам раз! И я на Соломоновых островах. Мечта! Правда же? Это очень здорово! Что же такое из себя представляет та цель, ради которой пришёл Христос? Кажется, по-моему, становится очевидным. Очевидным что? Первое. Страсть приносит страдания. У всех, у нас они есть. И дремлют, знаете ли, как вот некие ядовитые змеи дремлют, пока вы не тронули. Тронули? Берегитесь! Это первое и главное. Второе. Что же нужно сделать, чтобы избавиться от этих змей ядовитых, которые, оказывается, присутствуют где? в нашей душе. Я в этом сейчас, я счастлив, через минуту я несчастнейшее существо. и только отчего? Или меня обругали, я услышал, или какой-то сосудик лопнул, я был здоров и силён, и вдруг я рукой, ногой не могу двинуть. или вдруг всё, что я имел, у меня вдруг провалилось, отнялось, с работы не получилось, с семьёй и так далее. Знаете, знаете, какое дело? Оказывается, какое прям на тоненьком волосочке висит наше любое благополучие. И оно именно только таковым и может быть до тех пор, пока пока человек не взялся за самое главное, за то, ради чего пришёл Христос. Цель православия, цель то, ради чего пришёл Христос. Быть православным, что это значит, как мы уже с вами сказали? Не значит знать тот, другой, третий. Не значит просто знать, как ходить в церковь, что делать и прочее. Вся суть православия направлена на то, чтобы, насколько это возможно, насколько он научится бороться своими вот этими пакостями, которые сидят в моей душе. С этим бороться. если я с этим не буду бороться, грош цена от моего православия. Это будет просто самообман. И мы видим, к чему приводит этот самообман. Христа распяли самого, который никакого зла не причинил, который был идеал, если хотите, добра и истины. Его распяли. Кто? Православнейшие люди. Если мы обратимся к Евангелию, к Священному Писанию, то мы увидим, увидим, как всё оно наполнено буквально призывами, призывами к тому, чтобы мы изменили свою жизнь. Не познали то-то, то-то и то-то, множество вещей. Немножко знать надо. Главное, изменили свою жизнь. А знать надо совсем немного. Очень немного надо знать для того, чтобы быть православным. Слышите? Совсем немного. Совсем не требуется весь этот колоссальный объём, объём, который преподносится в духовных школах. Там другая задача. Просто священник, он должен знать гораздо больше, чтобы ответить человеку, который к нему обращается. Только с этой целью. А для спасения, то есть, для достижения вот этой цели, о которой мы говорим, знать совсем немного над вероучительных истин. Совсем немного. Ну, по сравнению, по крайней мере, с тем, что проходит там в духовных школах. А вот самое это главное, оказывается, заключается в другом. В другом. Это в нашем образе жизни. Образе жизни. Каким же он должен быть этот образ жизни? Две составляющие присутствуют здесь. Нравственная, нравственная. Вторая составляющая – духовная жизнь. безнравственная. без первой говорить о второй ну, почти невозможно. Просто почти невозможно это. Почти бессмысленно. Безнравственный человек, я не знаю вообще, к чему он готов. Вообще, это негодный человек всегда, в любом случае. С ним не хочется общаться, на него нельзя надеяться, он подведёт, он предаст, он не отдаст, он обманет. Ну, что говорить о безнравственном человеке? Нравственность – это первое необходимое условие, при котором только я ещё могу как-то, как-то попытаться говорить, что всё-таки православный человек. Помните, Христос сказал, так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Бога. В каком смысле он это говорит? Не в том, чтобы мы хвастались и показывали людям, какие мы хорошие, а в каком? Чтобы были христиане? О, это да! Он христианин, всё, я на него могу положиться. Вы слышите? Это честный человек. Слышите? Христианин, всё. Это честный человек, значит. Это первое необходимое. бесчестный нехристианин. Кем бы он ни был, вы слышите? Просто, в обычном смысле, профессор, священник, архиерей. Кем бы он ни был, даже римским папой, только не говорите никому об этом. Даже. Бесчестный человек нехристианин. Это первое, это надо понять. Второе, вот это уже сложнее. Я даже не знаю, как и говорить даже об этом. Но насчёт нравственности это понятно. Сейчас суть его в конечном счёте в честности. А вот насчёт духовной вещи, тут уже сложнее, конечно. Ну, я не знаю, если это вам как-то это интересно, то я могу, конечно, что сказать, попытаться. Хотя признаюсь, что это очень трудная материя. Нравственность это всё то, что связано с моим отношением, с моим отношением к окружающему миру. Это понятно, да? Это моя поведенческая сторона. Вот что такое нравственность. Это поведенческая сторона. То есть, это то, что видно. Что видно. Все видят же, когда я обманываю. Правда же? Когда я ругаюсь постыдными словами. Все видят. Не человек, а скотина, оказывается. Может только брехать, как собака, говорят. И всё. Это называется человек. А у него мат-перемат. Где же человек-то здесь? «Увы, человека и нет скотинка». Нравственность очевидна. А уж, когда ворует, когда лжёт и так далее, тут уж все мы говорим. первое, это действительно честность. Сказали слово христианин, значит, сказали слово честный. Бесчестный, повторяю ещё раз. Это не христианин, кем бы он ни был. Это надо твёрдо знать. Итак, а что же это второе? А какая это вторая составляющая духовная? Дело вот в чём. Что, вы видели, как близорукие читают? Нет? Никогда не видели. Но я вам покажу сейчас. Вот так вот. Так, здесь вот, кажется, написано. Прошу вас. Нет-нет, вот так, поближе. Понимаешь? Ничего не пишу. Ничего не могу понять. Почему же я не могу понять? Не вижу. Что вижу, а что не вижу? Мы все говорим о нравственности. Хорошее дело – да. А очень часто не видим и не знаю, хотим или нет, А что порождает эту безнравственность? А что порождает порождает эту честность, эту нравственность? Где корень-то? Где истоки? Откуда это? Где? Что? Важнейший вопрос. Конечно, мы говорим, вот здесь водичка бежит. Так, а где? Где она бежит? Где-то прорвало трубу. И мы копаемся, ищем, находим. Вот оно, где источник. Слышите? Источник. Оказывается, всё то, что мы делаем, пишем, говорим, строим, творим, всё это своим источником имеет что? Мои мысли, мои планы, слышите, мой ум. Никто не видит, о чём я думаю. А я думаю, обократь банк. Слышите? И никто, и никто не знает этого. Я никому не скажу, что вы. Ни за что. Слышите, мои мысли какие. И прежде чем, потом говорят, обокрал банк. Как это такое, что? Вот он, где источник-то. Невидимый, неслышимый. Мы только видим, как банк обокрали. Они поняли, что прежде человек сколько это обдумывал, какие планы, какие варианты. духовные, это то, что происходит внутри человека. Невидимые и неслышимые для других. Только иногда выскакивающие так наружу. Иногда мы вдруг начинаем видеть. Как? Откуда? Что? Он? Она? Такое? Не может быть! Всё может быть. мы не видим внутреннего мира человека. Духовность человека определяется, если говорить уже по существу, определяется ничем иным, как разумным, осмысленным пониманием, пониманием смысла своей жизни. смысл моей жизни. Я, конечно, может быть, для вас, ребят, может, это уже очень, может быть, не знаю, трудно и высоко подумать о смысле жизни. Какой смысл жизни, когда ещё там впереди сто лет? Правда? Напрасно так думаем. Ну, я уже говорил об этом. Смысл жизни определяет всё направление моей деятельности. Всё! Если смысл жизни только в деньгах, всё, всё, человек только об этом всё и думает. В конце концов, всё это не просто думает, а это приводит ко всяким обманам, подлогам, воровству. Запросто может привести к этому. И приводит, если смысл жизни только в этом. Смысл, вы слышите? То есть, я говорю об окончательной цели. Я не говорю о многих жизненных задачах, которые стоят перед каждым человеком. Хорошо окончить школу, поступить в институт, поступить на работу, выйти замуж, жениться и так далее. Это частные задачи, это промежуточные. А цель какова? Знаете, как на войне? Да, нужно взять вот эту высоту, нужно захватить вот этот город, но это не цель. цель победа. Это промежуточные вещи, без решения которых трудно достигать цели. Так и здесь то же самое. Цель жизни человека. Вот что определяет в конечном счёте его духовную направленность и отсюда весь характер его деятельности. Определяет в конечном счёте в определённом степени, по многому даже часто, и его нравственность. Конечно, когда мы говорим о духовности, когда мы говорим о духовности в православном смысле, а я понял так, что наша, так сказать, тема именно в этом, то эта духовность, конечно, конечно, требует от человека определённых условий. Как это сделать, чтобы у меня было вот всё хорошо? Как это достичь вот того, что в христианстве именуется святостью, если хотите? Что для этого нужно? Скажу вам сейчас просто, просто, потому что это действительно большая и тема, и требующая уже зрелого такого подхода. Но всё-таки скажу так, не можешь быть духовным человеком бесчестным, это первое. Второе, для того, чтобы быть действительно хоть немножко духовным, надо твёрдо осознать цель своей жизни. Цель. Конечную цель, я говорю, жизни, а не данного этапа в своей жизни. цель жизни. Недаром Достоевский писал, только с верой в своё бессмертие человек достигает полноценной деятельности своей на земле. Только тот, кто не верит в это бессмертие, который, как животное, только живёт чем? Чем живёт животное? Поесть, попить, бегать туда, ходить и всё. И всё. И больше ничём не думай. И завеса тёмная. И тёмная завеса. Вы обращали внимание на это? И всё. Ни о чём не думает. Ни о каком смысле жизни. Как животное. Вы думаете, откуда же появилась эта теория-то? Эволюция-то? Понятно. Я никакого смысла не думаю, ни о каком смысле. Как животное, и всё. И больше ничего. Значит, обезьяны и произошёл. Потому что обезьяна тоже не думает. Ни о каком смысле жизни. Поэтому, когда Дарвин написал свою работу «Происхождение видов», то ему его друг, лучший друг, Уоллес, записочку и написал ему. Записочку. Дарвину прислал. Знаете, какой был вопрос страшный Дарвину? В школе-то пригодится, вам может быть. А зачем обезьяне ум философа? Она и так хорошо живёт. Ешь, пей и играй. Слушайте, и зачем мы людьми стали? Я никак не пойму даже. Ешь, пей и играй. И всё. Ой, да чего счастливая жизнь обезьяны. Уоллес и задал этот вопрос Дарвину. А зачем же обезьяне ум философа? Ведь природа стремится к лучшему, создать лучшее. А зачем же она создала худшее? Кстати, обезьяны, слоны, медведи, бегемоты и крокодила при даче никогда бы не испортили так землю, как её сейчас испортил кто? Высшее творение природы человек. Это звучит гордо. Это какой насмешкой сейчас звучат эти слова. Это человек, который испакостил всё то, на чём он живёт. Потому что скоро она в тар-тарары наверное провалится. То есть не наверное, а конечно провалится. Уоллес хороший вопрос и задал Дарвину. Зачем же обезьяне ум философа? И тот не нашёлся, что ответить, только написав на записке гневные нет и не помню один или три восклицательных знака. Ещё во что ответить, что нет. А великий древнегреческий философ Платон он прямо говорил, что обезьяны это выродившиеся люди. Слышите? Это люди, которые совсем забыли о главном человеческом вопросе «Зачем я живу?» Живут только как «Ешь, пей и играй! Игрушечки! И всё! Завтра помрём! Бессмыслица! Животные бессмыслица! Не правда ли интересно? Мне кажется да! Так вот, православие призывает человека если ты веришь а прежде ты должен поверить что эта твоя жизнь кончается и обязательно кончится и ты не знаешь какой момент но за ней идёт вечная жизнь вечная и ты должен должен подготовиться для вхождения туда. ты встретишься один на один с тем что именуется твоя именует твоя совесть которая есть в данном случае будет Бог и от которой ты никуда не уйдёшь здесь можем прятаться и от людей и от самих себя прятать свою совесть там никуда не уйдём так вот православие и призывает человека быть не только нравственно но быть и духовно чистым для этого православие говорит нужно не просто быть только нравственным для этого ещё нужно и вот тут труднейшие вещи начинаются друзья мои не знаю почему я православным себя считаю всё-таки протестантизм всё-таки лучше если хотите я вам прям это докажу даже потому что православие говорит что надо молиться молиться не ходить в храм не просто ходить в храм а молиться не понимаю ну хор же поёт же кричит там Господи помилуй что ещё нужно-то я пришёл в храм батюшки там своё говорят хор своё поёт что ещё нужно правда православие говорит нет 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 ты должен молиться что такое молиться это один из важных вопросов без знания которого бессмысленно слышите говорить о каком либо православии без молитвы без молитвы нет религии не без богослужения которое я могу простоять и на нём не побыть ни секунды а без молитвы моей моей молитвы нет религии вообще нет христианства нет православия в человеке молитвы же называется только искреннее сознательное сознательное обращение к Богу Господи прости меня я вот обманула вот Таньку да Ваньку Машку да и так прости меня Господи я искренне прошу прощения постараюсь больше этого не делать вы слышите молитва это искреннее обращение к Богу как если как к человеку при этом с действительно с искренним желанием не повторять больше этого то есть молитва сопряжена всегда с чем с раскаянием и с понуждением себя и обещанием если хотите не повторять больше подобных подобного рода дел повторяю еще раз друзья мои если мы не научимся молиться мы никогда православными не будем не надо себя обмануть мне кажется самое страшное страшное что мы творим это самообман это какой-то самообман причем повальный самообман сколько православных 80% сколько верит Бога 30% православных я так дороже говорю то есть православные даже те которые в Бога не верят называют я православный а уж если бы мы сказали православный кто православный ходишь ты в храм да сколько раз в году как не приду все Христос воскресе поют то есть целый раз бывает на Пасху ну это православнейший конечно человек но даже даже дело не в этом хотя в храм ходить это действительно необходимое дело исповедоваться и причащаться необходимое дело это некое понуждение нет православия без понуждения себя без этого тонуса жизни и при этом одно из важнейших направлений этого тонуса жизни это должна быть молитва Молиться причём можно? Разве только в храме? Вот тут профессор читает, там распинается какую-то лекцию. До того неинтересно. Фу! Зачем я пришёл туда? Так про себя скажи, Господи Иисусе Христе, помилуй Его и меня. И почаще, и побольше. Господи, помилуй меня. Ну, Его уж так и быть, ладно. Да. Помилуй Его и меня. Кто мешает эту кратенькую молитву? Слушайте, краткую. Сидим, стоим, идём, лежим. Всегда можно произнести эту великолепную краткую молитву. Оказывается, тот, кто понуждает себя к этому, как можно чаще. Кто понуждает себя? Потом скоро увидит, какую она даёт помощь, молитва, в нашей жизни. Причём молиться лучше всего не о том, чтобы хорошо получилось вот то-то, то-то или это. Совсем не об этом. Если может кто-то, то не молитесь об этом. Не ставьте свечку, чтобы вздать на пятёрку. Лучше молитесь о другом. Господи, прости меня за мои грехи. Ты знаешь, что я хочу? Ну, наверное, Господь Бог знает. Господи, да будет твоя воля, а не моя. Ты знаешь, что я хочу получить только пятёрку, конечно. Не моя да будет воля, твоя. Потому что я знаю, что ты – любовь и премудрость. И ты знаешь, что для меня полезнее сейчас получить. То или другое. Я ничего не готовился. Я плохо готовился. Двойки я и достоин. Достойные по делам моим я и получаю. Молиться не о том нужно. Дай мне, Господи, дай, Господи, мне. Третьего, десятого и двадцатого. А да будет воля твоя. А молитва, самое главное – прости меня за все те проступки, которые я совершаю. Духовность. Невозможно приобрести духовность. Невозможно быть даже религиозным без правильной молитвы. Это совершенно необходимо. Но есть ещё целый ряд вещей, о чём бы надо поговорить. Но это уже всему есть время. Правда же? Нельзя. Но если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, так и быть, я по знакомству уже теперь, может быть, смогу на что-то и ответить. Только по знакомству. Так бы ни за что. Почему церковь выступает против курения? Ведь курение, в отличие от алкоголя и наркотиков, не ведёт к распаду личности. Но дело в том, что почему мы говорим только о распаде личности? Человек – это единое целое душа и тело. Я всё время привожу случай, который у меня произошёл как-то однажды. Я пришёл читать лекцию. Представляете? Сидят студенты. Друг один идёт ко мне с самой кислой физиономией. Я говорю, ты чего? Можно мне на лекции не присутствовать? Я говорю, почему? Зуб болит. Я так, слушай, болит же зуб, а не ты. Ты-то что? Зуб же болит, правда? Так и здесь то же самое – курение. А как на тело действует курение, любопытно? Очень полезительно. Говорят, что рак лёгких чуть ли не в два раза встречается, скорее, у курящих, чем у некурящих. У девочек, у женщин, какое происходит сильнейшее воздействие на организм? Дети рождаются уже с изъянами и пороками. Нервная система – это действует всё на организм. Это как действует? Что вы? И это, говорят, нет распада личности. Нельзя отделить зуб от человека. Когда я сказал, что это зуб болит, а тебе-то что до него? Он кислый только засмеялся. Так и мы здесь. Вредно просто по той причине, что это, во-первых, действует сам негативный образ на организм. Это все знают. Прекрасно. Во-вторых, я вам скажу. Курение не вызвано никакой необходимостью для организма. Тогда зачем я это делаю? Никакой необходимостью. А зачем ты это делаешь? То, что не требуется для организма, оказываю, приносит вред и ему, и твоему духовному состоянию. Потому что ты прекрасно понимаешь, что это тебе совсем не нужно, что это может тебе повредить, и ты, тем не менее, это делаешь. Значит, кто же ты по отношению к самому себе, скажи мне. Ну, ты возьми, отруби пальчик себе, правда? Интересно. Это, конечно, это, конечно, не нужно для организма, но это любопытно. Видите, одного пальчика не будет. Что-то такое-то никто не делает. Странно. Не понимаю. Вот почему церковь называют это грехом. Но, скажу вам, это ещё русская православная церковь, ещё немножко, ещё держится. Слышите? Я уже чего только не встречал. Да. Уж я не говорю вам там о католиках и протестантах, которые курят вовсю. Только не Ивановского, потому что Ивана там нет, а какого-нибудь Иогановского, да. Уже и среди православных это начинается. То есть и начинается уже давным-давно. Например, у греков. Ну, что вы! Это прям какая-то беда. Помню, на Кипре после литургии выходим. Митрополит уже сразу тут же папиросы в руки. К нему подходит. С папиросой в зубах благословляет. Я посмотрел, да карикатура какая-то. Уже привыкли. Ко всему можно приучить. Вы слышите? Какая прям жалость. Какая беда. Вот почему курение. Я уж не говорю о том высказании Флоренского, который говорил. Курение убивает мистическое чутьё у человека. Правда, интересно. Ну, хорошо. Почему некоторые православные священники выступают против рок-музыки? Ведь многие рок-музыканты поют о любви, добре и красоте. Ну да. Вся суть вот в чём. Что, конечно, как говорят, рок бывает разлить. Разные. Разные. Бывает то, что, может быть, роком бы не надо называть. Я помню, как-то пытался однажды такую идею внушить. Я говорю, зачем? Хорошая себе музыка. Зачем называть? Почему называете роком? Вы же звёзды. Вы можете дать своё имя какое-нибудь. Звучное, интересное. Нет рок, как магия какая. Если вы хотите быть модным, то вы должны обязательно назвать роком. Это прям удивительно. Они, кажется, творцы и в то же время рабы. Зачем это делать? Если хорошие эти вещи, которые действительно говорят о хорошей красоте, а не о позорной. Если говорят о чистой любви, а неизвестно о чём другом и так далее. Почему бы это? Это первое. Второе. Потому что рок скомпрометировал себя вот теми вещами, которые называют тяжёлым роком и прочими всякими подобными вещами. Скомпрометировал себя. Когда эта музыка, музыка, она буквально высвобождает в человеке Посмотрите, самые низменные инстинкты. Как вы назовёте это? Мы же, наверное, не знаем. Знаете, конечно, знаете, какие вещи происходили. Я не знаю, сейчас происходит или нет. Когда после рок-концерта выходит и начинает громить всякие лавки, ларьки, машины переворачивать и так далее. Ох, какое благотворное действие рок оказывает на психику человека. Вот чем скомпрометировал себя он. Вот почему. Я вам скажу ещё и другое, что, и это очень важно знать, что музыка, вообще музыка, она действует на человека помимо сознания. Это не то, что я могу осознать и подумать, хорошо или плохо. Она непосредственно действует на душу человека. Но как? Знаете, как в нашем мозге, в мозгу есть разные точки, посмотрите, точки. Есть ощущение боли, есть просто ощущение радости, есть страданий. Знаете, как вот эксперимент проводился над одной крысой? Любопытно. Кстати, вам же это должно быть интересно. Эксперимент над крысой. А знаете, какой эксперимент? Нашли центр наслаждения. В мозгу у крысы. Так? И подсоединили туда электрический проводочек. Пустили слабый ток. Увидели, в каком она райском восторге. И потом сделали вот что. Положили рядом с ней самое вкусное, что она любит. А рядом, уже показали, и получили, кнопочку, что она лапкой могла нажать, замыкает, и неизъяснимо наслаждение. Положили и кнопочку, и рядом этот кусочек, я не знаю, чего там, мясо, не знаю, чего. Вот так. Так знаете, что произошло? Крыса только и знала, нажимала эту кнопочку. Обессиливала, сваливалась. Опять, как только появлялась сила, опять нажимала эту кнопочку. И так она это делала до того момента, пока не окалела. Слышите, какие есть центры? Так вот, такие центры есть. В нашей душе, оказывается, есть центры. Центры, которые действительно облагораживают человека, а есть, развращают человека. То есть, высвобождают самые дикие инстинкты. И вот это вот тяжёлый рок, он как раз прямо действует, как этот электрический вот этот сигнал действует на эти центры и превращает человека или в скотину, или в дьявола. И начинается неизвестно что. Вы знаете, что в 68-м году, в 1968-м году, когда ещё вас не было, не знаю, где вы были, правда, интересно бы узнать, но вы ни за что не расскажете, правда. Да. Были студенческие бунты. страшные бунты были там, на Западе. И одна из причин была музыка. Что вы! Музыкой можно сделать человеком почти что угодно. Поэтому в Китае, в императорском Китае, живьём закапывали композитора, который писал музыку, развращающую людей, то есть возбуждающие в них самые негодные эмоции. Вот почему священники и предупреждают будьте осторожны. А с чего это мы вдруг на рог-то ринулись? А что случилось? Почему? У нас великолепные народные песни, чудо! украинские, русские, народные просто чудо песни! И весёлые, и грустные, и танцевальные! А с чего это мы вдруг бросились на рог? Ну-ка, интересно, задавались мы этим вопросом. Что это? А знаете что? Как ловко нас приучают быть стадным животным. Стадным! Кинули? Это мода рок! И все ринутся. Ой, рок-рок-рок! Боже мой! Как стадо! Какое баранов! Вы знаете, в стадо почему говорят так? Вот, побежал один баран, и вся стада за ним ринулась. Ну, как рабы какие! Рог! Забыли свои великолепные песни, великолепные танцы, какая красота! И забыли нам подавая рок африканский. Мы тоже чёрные. Ну, надо тогда бы прямо и мазаться, может, таким, прямо превращать себя в это. Вот так. Что и делают, кстати? Посмотрите. Когда выступают. Уж чего только не делают, чтобы произвести только эффект. И больше ничего. Где же тут нравственность? Где духовность? Вот почему священники выступают против этого. Если молиться можно искренне своими словами, зачем каждый раз читать всем известные одни и те же молитвы? Можно ведь просто сказать это по-своему. никто не запрещает молиться и по-своему. Слышите? Никто не запрещает. А эти молитвы, которые читают, они являются своего рода примером того, какие мысли, какие чувства должны бы быть, должны у нас присутствовать во время молитвы. Слышите? Вот в чём дело-то. Поэтому постоянно читаем и вновь читаем. В них же содержатся потрясающие совершенно идеи даже, я вам скажу. Мысли какие правильные в этих молитвах. Постоянно приходится приводить пример. Боже, очисти меня грешного, поскольку я ничего доброго не сделал в своей жизни. Вы слышите? Это я ничего доброго не сделал. Это вы мне говорите. Слышите? Какой я православный. Я! И вдруг мы видим великий святой церкви. Говорит, очисти меня. Я ничего действительно доброго по существу не сделал. А всё, что сделал, то всё пронизано. то тщеславием, то расчётом, то человекоугодием и многими всякими вещами. Ничего до конца я добру. Подумайте, какая мысль поразительная. Как она убивает в человеке вот нашу гордыню. Гордыню убивает. ещё бы. Я ничего доброго не сделал. А я всё время был уверен, что я только и делаю доброе. Хотя уж так иногда ошибаюсь, конечно, да. Но, в общем-то, я очень добрый человек, очень хороший. И здесь вдруг читаю, «Боже, очисти меня грешного, поскольку я ничего доброго не сделал». Вот почему читаются эти молитвы вновь и вновь в надежде, что вдруг человек-то подумает хоть немножко о себе, посмотрит на свою душу, сравнит своё состояние с этим поистине святыми, святыми мыслями святых людей. Вот так. Вот ещё один вопрос. Вопрос, наверное, от педагога о том, что не хватает бесед, не хватает проповеди, не хватает чтений с толкованиями и, в первую очередь, не хватает для подростков. Вопрос, что с этим делать, как это исправить. Но, может быть, вы хотя бы порекомендуете какие-то, может быть, книги или какие-то возможности, чтобы именно подросткам найти то толкование православия, те проповеди, беседы, которые подходили бы им по восприятию, по уровню, по изложению? Мы говорим подростков. Есть подростки, которые этим интересуются. Другим подросткам приведите сейчас, я не знаю, какого, святого человека вот сюда, на моё место, посадите, подростки, а они будут. Неинтересно, ничего нам не надо. Нам быстрее бы на рок-концерт сходить. Слышите? Какие подростки! Они уже сыты, многие бывают, так набиты этим, что ничего им не надо, ничего святого, не истины. Вот. Это одна категория. Есть подростки, которые действительно интересуются. Эти живые люди. Я не говорю о тех мёртвых. А есть живые люди, которые у них есть интерес. Им бы действительно было бы полезно почитать бы житийную литературу. Жизнь. То, что у нас, помните, в советское время издавала жизнь замечательных людей. Многие из этой даже литературы очень много прекрасных книг. Прекрасные есть книги. Я помню, прочитал книгу о Сергея Тимофеевича Аксакове. Я просто в восторге был, как это можно только написать. Это какой назидательный же пример. Вот уже. Это светская литература. Это не церковная литература. Светская совершенно. Если церковная, житие святых. Но надо, вы говорите, педагоги, надо же это прочитать, потому что не каждое житие же можно предложить. Надо выбирать. выбирать то, что действительно может затронуть душу. Художественная литература. Опять, есть прекрасная же литература. Не эти приключенческие только вещи и какие-то фантазии всякие. Да. А есть замечательные. Возьмите, почитайте, например, Каму Гридеши. Или Князь Серебряный Алексей Константинович Толстого. Да. Или Юрий Милославский, Загозкина, например. Ведь много есть литературы вот такой, и светской, и житийной. В отношении толкований, да, толкование надо иметь. Нельзя нам, знаете, уподобляться протестантам, у которых каждый сам по-своему это понимает. нужно иметь иметь у себя толковательную литературу. То есть толкование на Евангелие и на прочие книги Нового Завета и отчасти, может быть, и Ветхого Завета. Это надо просто иметь. А вот литературу, кстати, говорили сейчас о Роке. Вот же есть очень хорошая, интересная книга, написана современным совершенно языком, современная книга, например, автор Седых, там два автора, проповедь православия среди Рок-молодёжи. Вот, интересная книга Седых, богатейший материал проповедь православия среди Рок-молодёжи. Богатейший там материал, фактический материал, показывает, что творится, что творится, во что можно превратить человека, хорошего, прекрасного человека, превратить, не знаю в кого, дьявола, с помощью Рок-музыки. Кстати, учтите, что ещё до падения Советского Союза уже идеологи Запада уже говорили одним из мощных средств разрушения, разрушения Советского Союза – это воздействие с помощью искусства, в частности, музыки. Это замечательно просто, как правильно они мыслят, музыки. Нужно разрушить душу, а тогда всё будет разрушено. Пожалуйста, интересная, очень интересная книга. Причём, ещё раз говорю, она интересна своим огромным фактическим материалом. Её надо бы просто приобрести иметь. Или, например, вот сейчас издано, ну, не сейчас, издано уже в 2009 году, тоже интересная книга «Иисус Христос податель воды живой». Это перевод, перевод работы, католическая книга Папского Совета по культуре. там великолепно, то есть, ну, насчёт великолепности, ну, многие там главам по главам, но очень, очень, я бы сказал, глубоко подчас разбирается всё то, что связано вот с этим новым явлением New Age. Это новый век. Показываются его истоки, его цели, его творцы, его воздействие на психику опять людей. Очень полезная книга. Опять стоило бы её, её тоже педагогам бы иметь, потому что это явление современной культуры, которая наступает с огромной силой и не отступит, потому что в конечном счёте цель этого New Age – создать новую универсальную всеобщую религию, в которой уже христианство не будет. замечательная идея, не правда ли? Наконец-то будет уничтожено христианство. Так вот, всё связано с знакомством с литературой. Это не так, я понимаю, не так просто педагогам успеть всё это и почитать, и познакомиться с тем, чтобы рекомендовать. житийная литература в качестве церковной, толковательная литература тоже обязательно, светская литература. Как было бы важно сейчас обратить взор нашей молодёжи к той великолепной литературе XIX века, Золотого века, Золотого века обратить взор. Сколько там красоты, сколько мыслей, сколько замечательных просто произведений изумительных в художественном отношении. А то ведь у нас, знаете, какой принцип, то есть не принцип, а взгляд. Знаете, прям, простите меня, какая-то глупость. Ах, это тогда было! Я говорю, Боже мой, правильно отбросим таблицу умножения. Это же давным-давно было. И дважды два у нас будет три с полтиной. Ура! Да? Великолепная литература. К ней бы прививать вкус бы нужно современной молодёжи. литература. День литература. Продолжение следует...